Основ мира Он выходит очищенный, выходит из Египта, чтобы на 50-й день получить Тору у горы Синай. И приказывает фараон еврейским повитухам убивать младенцев прямо в животе у матерей. Йохеветве Мириам, они не слушают то, что приказывает им фараон. Они не убивают еврейских младенцев, наоборот. И они спасали детей. И Творец дал им великую награду. При жизни они видели, как размножился еврейский народ. И тогда задумал фараон истребить евреев. И встал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа. Как Йосеф 80 лет правил Египтом? Как он мог его не знать? Учат наши мудрецы, что он сделал вид, что он его не знает. Из-за этого получили египтяне все, что они получили. И вот Амрам, который левит и который глава всех евреев Египта, когда он узнает про приказ фараона бросать новорожденных младенцев в море, он дает разводное письмо своей жене. И говорит ему пятилетняя дочка Мирьям, отец, твой приказ хуже фараона, он злодей. Кто сказал, что его приказ осуществится? А ты праведник, и ты не даешь возможности, чтобы родились так же и дочки. И он слушает ее. И он берет заново и женится опять на своей жене Йохевет. И рождается у них сын Моше, тот, кто в будущем выведет евреев из Египта. Но проходит три месяца, они не могут больше его хранить в доме, прятать. И они осмаливают корзинку и кладут его в камыши в Ниву. Все, нет надежд. Но Мирьям не теряет надежды. Она стоит, чтобы видеть, что с ним произойдет. И вот выходит дочка фараона, Батья. Талмуд говорит, она приходит, чтобы кунуться в воды Нила и очиститься от идолопоклонства, который в доме ее отца. И она видит, плачет еврейский ребенок. И она протягивает свою руку, и рука удлиняется, она спасает. Так она становится дочкой Творца, Батья. И зовет она кормилиц египтян. Но тот, кто в будущем должен передать слово Творца, он берет их грудь. И тогда Мирьям говорит, позвать вам кормилицу из евреев. И она приводит ее хэвит. И дочка фараона платит ей зарплату за то, что она выкармливает своей грудью своего сына Моше. И вот Моше, он вырос как сын, приемный сын Бати, дочки фараона. И он выходит к своим братьям. И он видит, как их преследуют, как их угнетают. И он подставляет свое плечо. Он помогает им в работах. И вот он видит египтянин и избивает евреев. Он смотрит сюда и сюда и видит то, что он сделал в доме еврея. И то, что он сейчас хочет убить этого еврея. И он произносит особенное, святое имя Творца. И тот, кто не имеет отношения к святости, к настоящей реальности, он умирает. За что получают простые египтяне такое наказание? Десять казней. За то, что они такой тяжелый и мучительный сделали плен. Мы должны были быть в Египте 400 лет, а были 210. И из них только 86 лет самого страшного плена. И сказано, что, когда встал новый царь над Египтом, закричали евреи. Закричали перед Творцом. Почему? Казалось бы, они ждут, чтобы встал новый царь. Был плохой, будет хороший, кончится наше мучение. А с другой стороны, наши мудрецы объясняют, фараон, он не умер, а он покрылся проказой. И утром резали 150 еврейских младенцев, чтобы он принимал кровавую ванну и вечером. Из-за этого закричали сыновья Израиля перед Творцом. И он услышал их крик. И он посылает Избавителя, нашего учителя Моши. И оттуда Творец выводит нас великими чудесами и знаменами. Это наша глава. Шмок. Шабах Шамок.